Скажи, пожалуйста, еще одна интересная новость. Сегодня в ведомостях. Президент доверится иностранным агентам. Здесь у меня двойственное чувство. Президент Владимир Путин подписал указ, регулирующий проверку декларации о зарубежном имуществе кандидатов на выборные должности в федеральной региональной... Вот как? Вот смотри. Значит, смотри. Ты кандидат на выборную должность, Настена. Да. Ты кандидат. Да. Ты мне говоришь, ты мне говоришь, я в Анталии прикупила, прикупила сараюшку. Сараюшку. Да. Например. Шале, полторы тысячи метров. В горах. Нет. Прямо на море. Прямо на море. Я даже не знаю. Нет, лучше в горах-то. Ну, лучше в горах, но нависая над морем. Да. Ласточки на гнездо. Да. Прекрасно. За миллион рублей. Ты говоришь, ты говоришь, что ты прикупила. Да. Как я это проверю, мать? Как я это проверю? Вы должны потребовать у меня право собственности, а ксерокопию бы попросила. Не, не, не годится. Приложила бы. Как это? Так я же тебя хочу изобличить. Это когда ты сама признаешься. Что я не купила, на самом деле. Ну, конечно. Нет, подожди. Когда ты признаешься... Я сказала, Даша, я купила все. Как меня изобличить все? А вдруг там не столько метров, а столько метров? Вот как я проверю? Я право собственности вам показываю. Право собственности, выписанное буржуазным государством, здесь, в пролетарском суде, не котируется. Не надо нам это все. Конечно. Ты напегачишь там, что хочешь. Поехать, проверить лично. Нет. Значит, должно быть подразделение. Вот я считаю. Я сейчас говорю про свою идею. Должно быть подразделение в КГБ, которое будет негласно выезжать и проверять, прикинувшись... Работает ли кофемашина? ...дервишем, там, каким-то образом. Нет, прикинувшись дервишем, они должны проникнуть, трудоустроиться в местный банк, снять там, сколько ты взяла бабла, все такое. То есть, тебя вывезти на чистую воду. А вы думаете, такого подразделения нет? Так вот нет, получается. Странно, что... Минуточку, дайте почитаю. Прямо подряд. Президент Владимир Путин подписал указ, регулирующий проверку деклараций о зарубежном имуществе кандидатов на выборную должность в федеральной и региональной органах государственной власти и местного самоуправления президента, депутатов Госдумы, губернаторов, глав муниципальных районов городских поселений. Дальше слушай, только сейчас зажмусь от страха. Инициировать проверки в числе прочих смогут иностранные банки инициировать проверки. Смогут иностранные банки, в частности, и международные организации. Их сообщения будут проверять избиркомы или администрация президента, если, конечно, проверяющие сочтут иностранную информацию достаточной. Это делает нас марионеткой в руках иностранных банков. Понимаешь ты или нет? То есть, иностранный банк может... Я тебе объясню, иностранный банк... Выслать телефакс. Иностранный банк, Алибаба и 40 разбойников. И 40 разбойников. Это банк такой. Да. Он высывает факс. Мне уже страшно. Что Аношечка взяла у нас кредит на 10 миллионов долларов, продав Родину. И как это можно верить буржуазным? Как можно верить буржуазным? И теперь не сдаётся. Подожди, во-первых, нерусским вообще верить нельзя. Правильно? Нерусским нельзя верить? Как можно верить нерусским? Объясни мне. Они же нерусские. Конечно. Скажу. Они не русские. Они соврут. Просто свои тарабарщины, да. Ну. Вот это мне очень трудно. А почему разрешили это? Наверное, потому что степень доверия к иностранным банкам выше, чем... К нашим. Это парадокс. К любым остальным. Вот это парадокс. И потом, откуда мы... Есть опасность провокации. Есть опасность провокации. Говорит Сергей Марков, который вслед за мною, вслед за мною... Как это может быть? Как это может быть? Как эти свиньи иностранные имеют право русского человека поставить под сомнение? И при этом русские чиновники в избиркоме этому станут верить или как-то это не бросят сразу в мусорку? Это, мне кажется, может быть, не до конца как-то. А? Ну. Пусть у нас КГБ. Мы считаем так. Нас должна проверять КГБ. Не надо ФСБ, вот этой организации. Не надо нам иностранных банков. Они вруны, брехуны и хуже. Они все пацифисты, педерасты и иностранцы. Мы верим только нашим отечественным человеком. Как можно верить иностранцам, пацифистам и педерастам? Объясните мне. Пусть КГБ проверит. Вот это другое дело. Правильно я говорю? Нет? Все, поехали дальше. Подъем с Сергеем Доренко на Русской службе новостей.